Из одного рабца в другое. В ситуацию, которой не позавидуешь, попал житель Цимиртау, который буквально воскрес из мертвых. 17 лет он находился в рабстве, так что его уже считали погибшим. Однако, получив свободу гражданином и свободным человеком в полном смысле, Василий Черков так и не стал. Почему мужчина полгода не может получить ни одного документа, выясняла Людмила Батюшкина. Здесь он грамотой, здесь на доску почета. Здесь опять же, смотрите, опять награжден грамотой, здесь опять на доску почета. Это все о нем, о Василии Черкове. Только было это в прошлой жизни, до рабства. Сноха мужчины Галина Ленкевич рассказывает, что помимо трудовой книжки у мужчины имеются все первичные документы от советского паспорта до военного билета. Но несмотря на наличие пусть и просроченных документов, официально Василия Черкова не существует. Полгода назад мужчину вызвали ли из трудового рабства, где он находился долгих 17 лет. Его родственникам даже выдали свидетельство о его смерти. Но радость от полученной свободы была недолгой. До сих пор он не может подтвердить гражданство и получить документы. Человек находится полгода здесь уже. Никакого медицинского исследования, потому что удостоверения нет. Мы не можем никуда прикрепиться к поликлинике из-за этого. Мы не можем оформить пенсию. А он, естественно, все равно чувствует себя немного неудобно. Получается, мы его забрали, так скажем, да, забрали сюда. И человек опять остается без средств существования. Куда ему идти? Опять скатываться, опять идти на трубу или куда? Через суд Черков отменил свидетельство о смерти и доказал, что живой. Но на этом волокита не закончилась. По словам Галины Ленкевич, в миграционной полиции от них постоянно требуют все новые документы и подтверждения. От справок из военкомата до копий свидетельства о смерти сына Василия Черкова и паспорта его жены, проживающей в далекой глубинке в России. Каждую неделю мы куда-то бежим. Вот в миграционку, в миграционку, в миграционку. Каждую неделю мы бегом узнаем. Если нету, то принесите документы, то отправили, то теперь ждите. Для самого Василия Черкова эта ситуация с документами – один большой стресс. Говорит, пока был в рабстве, мечтал о свободе, а сбежав, попал в другое рабство. Мне уже перед Галей неудобно. Как говорится, я на ее шее сижу уже полгода. Так бы деньги были или что, я куда вышел в магазин, купил все. А так не могу я не выйти, документов нет, куда я выйду. 17 лет был трудовым разом, а теперь сюда пришел бумажный раз тоже, получается, у меня как бы ходит так. Помочь Василию Черкову не могут и юристы. Шефство над бывшим рабом взял общественный фонд «Кайсар». НПО занимается проблемами трафика людей. Четыре месяца общественники оказывали мужчине гуманитарную и медицинскую помощь, оплачивали оформление необходимых справок. Но ускорить процесс оформления документов – задача непосильная даже для «Кайсара». Те же, допустим, дети, которые учатся в школе, старики, которые уже достигли пенсионного возраста, они документированы, они должны иметь какую-то квоту, чтобы можно было, минуя вот такой большой волокиты, их документировать. Потому что по факту они не представляют никакой угрозы в плане безопасности для государства, чтобы таким тщательным образом, имея на руках первичные документы, не иметь возможности вообще получить удостоверение личности гражданина ИРК. В миграционной полиции пояснили, что у мужчины не было никаких документов, поэтому долго пришлось собирать свидетельства людей, знавших его раньше. Сейчас Василий Черков и его представитель Галина Ленкевич надеются, что полицейские выполнят обещание, и мужчина наконец-то станет полноценным гражданином республики со всеми правами и льготами. Людмила Батюшкина, Ирина Нинаша, Владимир Ванюк, 5 канал.